Видео сделано при поддержке сайта igao-mobile.ru, где вы найдете новости, гайды, обзоры на персонажей мобильной версии Mortal Kombat X и Injustice. А также подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Ссылки в описании. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и мы вновь возвращаемся в Mortal Kombat X Mobile для того, чтобы пройти испытания на Assassin's Creed. И у меня осталось последние башни и последний бой, где мы как раз будем биться против вот этой красотки, босс Джейд. И у нас, значит, здесь условие. В вашем отряде должна быть Китана. А также босс Ассасин Джейд обладает иммунитетом к постепенному урону и становится тем сильнее... Запятая, и дальше что-то, видимо, должно быть еще сказано. Ну, давайте посмотрим. Почему-то у меня отряд не тот выбран, вот этим мы отрядом сегодня будем бороться. И давайте наваляем этой красотке. Блин, она так грациозно двигается. Ого! Вот это, кстати, одно из пассивных у нее способностей, когда она от последнего удара уворачивается. И, блин, потом бьет нехило так. И плюс, она нам еще добавляет отрицательный эффект. Так, держимся, держимся, держимся. Блин, как в Урхис, короче. Если вы видели видео с кратким... О, мои яйца. Ой, моя поясница. Так вот, короче, если вы видели видео... Краткий обзор на последнее обдавление. Вот сейчас она не успела укрыться. А сейчас, дорогуша, успеешь? Не успеешь? А мне интересно. Нет, смотрите-ка, не успела. Отлично. Да ладно, на. Сейчас с Люканом ты поговоришь, красавица. Так, держимся, держимся. Лю, Лю, так не сдаемся. What the fucking shit? Дорогуша. Так, держимся. Давайте-ка сделаем им приемчик еще. И вот так вот. Все, что-то легкая она была. В самом начале, конечно, она поломала нам немножко мозг, а также кости. Но мы все-таки ее завалили. И сейчас получим вторую уже карту. Помимо этого еще 65 душ. И вторая карта... Давай-давай-давай. О, посох Бодзюцу. Повышает шанс критического удара. До 16% получается. И что-то на английском языке почему-то написано. Мы это прочтем, я позже зайду. Странно, почему английский язык? По-моему, до этого у меня все было нормально. Ну и, конечно, вторую карту мне дают. И мы сейчас произведем первое слияние. Сколько же она у нас будет сейчас? 7737 и 12к жизни. Ну, неплохо, что могу сказать. Отлично. Прошли мы данное событие. Конечно же, сейчас у нас в Injustice 2 Mobile идет испытание, или даже не испытание, а награда за хорошую игру в режиме арена. Это мистическое чудо-женщина. А также вы можете серебряную вот эту красавицу справа получить. Это тоже чудо-женщина, но такая еще до того, как она стала прям настоящей чудо-бабой. Я надеюсь, что я выбью себе 4-звездное чудо-бабу в Injustice 2 Mobile. И мы обязательно на нее посмотрим. А пока выберем сейчас второй отряд. Посмотрим и почитаем, что тут пишут о Джейд. Итак. Джейд у нас относится к мастерам единоборств и к внешнему миру. Исчезающие ветра. Так называется ее пассивная способность. И у Джейд есть шанс уклониться от любого спецприема или завершающего комбо. Удара. То есть это вы видели как раз, когда мы бились против нее. После уклонения она выполняет увечащую атаку, которую невозможно заблокировать. Как вы видели, у меня типа кости ломаные были. Далее напарники Джейд могут сменять ее гораздо быстрее. Ммм, это интересно. Будет посмотреть. Так, значит из спецприемов у нас шлепок посохом, вращающий посох, виртуоз посоха. Значит первый спецприем еще нам дает эффект пробивания щита. Второй спецприем накладывает на соперника ослепление. Ослепляет красотой просто посоха. И после иксрея опять же ослепление. И больше урон конечно же наносится. Взял я ей вот такое вот снаряжение. Каждый пропущенный удар повышает силу атаки Джейд на 15%. Это то, что было на английском написано, когда мы получали повторную карту. А также 16% повышения шанса критического удара. Когда мы прокачаем до 10-го слияния на 25% увеличение урона врагам с кровотечением и отравлением. Вот так вот. Неплохо короче. Далее я на нее зафигачил хоккейную маску Джейсона Вурхиса. Она у меня 10-го слияния и 35% максимального бонуса к здоровью. И 25% вероятности отразить базовую атаку 100% при блокировании. То есть это должно повысить шанс того, чтобы мы отражали атаку. Плюс 45% бонус к лечению. Лечиться будем. И 20% бонуса к заряду сил. И это красная бандана Люкана дает. Отпишите в комментариях, кто какое снаряжение к ней применил. И кто кого в команду взял. Тоже будет интересно почитать. Потому что я сейчас взял вообще тех персонажей. Ну так, примерно. Вот допустим Китана у нас. Значит при воскрешении противника или поражении любого персонажа Китана и все ее напарники из внешнего мира. А Джейд у нас как раз из внешнего мира восстанавливает здоровье в течение 5 секунд. И Котель Кан у нас по-моему что-то повышает. Плюс 30% к атаке для представителей внешнего мира в отряде. Вот и все. Что ж погнали. Наваливать будем сейчас в первую очередь в Китане. Насколько я помню из вселенной Mortal Kombat X и вообще из всей вселенной Mortal Kombat. Джейд с Китаной как-то... Сестры по-моему какие-то. Конечно не так как Мелина. Ну или подруги. Отпишите в комментариях, кто больше историю знает по Мартухе. Я к сожалению мало что помню. О, она уже мою Джейд забрала. Как так? Какого фига? Так, держи-ка. Ну вот тут ослепление немножечко. Дорогуша, как? Как вот ты взяла и перешла на чужую сторону? Все из-за тебя, Китана. Так, держимся, держимся. Давай, Коттель. Аааа, теперь так, да, дорогуша? Я тебе сейчас покажу, блин, свою силу солнца. Давай-давай, Коттель. Вообще данным персонажем не играл практически. Так, что-то мы совсем мало у них жизни отбавляем. Че за беспредел такой, а? Че-то мне не нравится эта фигня. Мне кажется, надо Коттель Кана на кого-то другого поменять. Вы че, какие всесильные-то, а? Жуки. На, на тебе по щам. Это понятно, что Эксел, но все равно жизни-то ты немного отбавила. Ах ты засранка. Ничего-ничео, давайте попробуем ее завалить. Нет-нет-нет, я тебя должен завалить. Вот дура, блин. Так. Блин, на нас еще какой-то череп тут наложили. Давай, родная. Отлично. Мы немножечко сейчас здоровицу поднимем. Помнем немножко Джакса. Короче, что-то не получается нам поиграть Джейд особо. О, неплохо. Эд Крит был. Нет! Факин щет, блин. Завалил он нас. Че-то прям мы как-то это не очень. Почему так? Наверное, надо поменять нам Коттель Кана. На кого-нибудь другого. Давайте возьмем Бараку. Он у нас по жизням и по атаке примерно одинаков. Хотя чуть больше. Может быть, что-нибудь с тебя скинуть, мужик? Давай-ка мы с тебя все скинем. Чтобы ты немножко послабее был. Хотя, ненамного он слабее стал. Ну ладно. Еще раз обычную битву берем. Че за беспредел такой? Нашу прекрасную Джейд сразу же вынесли. Это вообще не очень. Ну, здравствуй, Соня. Как жизнь? Сеструнка. Здесь все бабы просто сестры, поэтому я так называю ее. Так, держимся. Постараюсь, конечно, накопить третий спецприем, если получится. Но на Джейд ее нельзя будет применять. Это точно я вам хочу сказать. Ах так, да. Пробитие. На тебе. Кстати, да. Когда она с арены уходит, она еще дополнительный урон наносит сопернику. И это очень круто. А также, когда появляется она на арене, то же самое. Сейчас я вам продемонстрирую это. Не-не-не-не-не. Успокойся. Ух ты, ё-о-о. Вот так тебе. Серьезно, Сонечка. Я. Первый спецприемчик от Сонки. Так, держимся, держимся. Пока мы копим, короче, к срей. О-о-о-о. Нехило мы так опять получили. Палочкой Джейд. Да ты задолбала. Давай уже уходи отсюда. Блин, опять еще пробитие брони. Да сколько можно? Скорпион, да я знаю, что комар у тебя там сидит. Короче, нужно нам все-таки... Давай, Джейд. Я верю, что ты сейчас накопишь. Хотя лучше давайте-ка мы китаночку возьмем. Оп. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Ох, опять мы отхватили нехило так. Так, давай. Теперь можно вызвать Джейд. И третий спецприем посмотрим сейчас. С этой стороны. На тебе, Скорпушка. Ты уж извини, что я тебя наследство лишил. Во, классно, да? Вот теперь мы завалили всех. Меня это радует. Как-то вот она неестественно очень двигается. Если вы тоже так считаете, отпишите в комментариях. Ну, не очень. Вот это вот какое-то виляние задницы и плечами не совсем естественно выглядит. Ну, здравствуй, Скорпушка. Так она не чешная, бабенцы это. Мне она нравится. Но вот эти вот некоторые движения у нее не совсем выглядят хорошо. И непонятно, почему добавили Джейд вообще. И почему она так выглядит? Вот это, кстати, классная пассивка у нее. Серьезно, сап. Так, нужно нам применить, короче, второй спецприем. Давай, 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 родная. Я в тебя верю. Четко. Вот это мне понравилось. Плюс увечина Скорпиона сразу же. Так, держимся. Серьезно. И я думаю, что нужно сейчас первый спецприемчик показать. Ээээ, ты как так с девушкой? На тебе. По башне прям. Опа. Не ожидал, да, Джакс? И плюс мы еще заблокировали ему спецприем. То есть он его не сможет сделать. А теперь Скорпушка тут. И Скорпиона мы тоже сейчас наваляем. Отлично. Короче, мы выиграли. Это все замечательно. И перейдем к следующему бою. Что ж, следующий поединок. Давайте разомнемся еще разочек. Здравствуй, Джеки Брикс. Как жизнь? Как ботяне? Я смотрю, ты тоже его в команду себе взяла. Только при чем тут рептилия? Мне интересно. Все из-за моего костюма? Он зеленый. Привет-привет. Я тебя помню, мужичара. Вот так тебе. Не успел ты меня ударить. Не так много она жизни отнимает. Но, что классно, нам помогает в этом Китана. Она нам жизни пополняет. Берите, короче, Китанку с собой в команду. И все будет шикарно. Звуки какие-то непонятные вот с этой палкой. Серьезно, Джекс. На тебе по щам. Так, держимся, держимся. Вот жаль, здесь как в Инжасте с 2 мобайл. Нельзя просто назад отойти как-то. Блин. На, все, всех вынесли. Блин, крит такой неплохой она наносит. И плюс мы еще жизнь восстанавливаем. Так, держимся. Опа. Не ждал такого леща. Вообще шикарно, я ничего не делал, она сама. Красотка, мне нравится. Конечно, то, как она двигается, не совсем все естественно выглядит. Но с этим можно смириться. Персонаж, я считаю, хороший. Его стоит качать. Но, конечно, чтобы прокачать его по полной программе, это нужно... Сейчас мы посмотрим, сколько душ. Почем она стоит у нас в магазине. Так, так, где же ты, где? А, вот она, 421 душа нужна. Неплохо. Но покупать я ее не буду. Давайте мы, наверное, откроем элитный набор. Я все жду, когда же мне еще какой-нибудь алмазный персонаж выпадет. Хотя я давно уже должен был, наверное, и на Скорпиона сделать видео, и на Рейда, на, по-моему, алмазного я делал видос. Честно говоря, столько видео сделал, что могу даже не помнить реально. Потому что сколько персонажей, допустим, в Марвел Битве Чемпионов. Сколько персонажей в Mortal Kombat X. Сколько персонажей теперь у нас еще Injustice 2 Mobile добавился. Итак, Люкан, бляха-муха, он мне задолбал здесь попадаться, реально. Каждый раз. Шестого слияния. Но перс, кстати, классный. Можно будет на него замутить в последующем видосик. Отпишите в комментариях, кстати, на какого персонажа внепланового вы хотели бы увидеть видео. Допустим, вот давайте зайдем сейчас в мою коллекцию. И я вам предложу кого-нибудь. Так, кто у нас здесь есть? Значит, Триборги все есть на канале. Видео по ним. Джонни Кейдж, Охотник с Преисподней есть. Вот не помню, VIP Джонни Кейдж есть или нет. Так, далее, кто у нас там еще? На Ловкову Рептилию, по-моему, есть видос. На Кун Лао есть. Мастер из Шаолиня Кун Лао не делал видосик, пока седьмого слияния нету. Так. Вот можно, кстати, реально на Люка на огненные кулаки сделать. Насколько я помню, это был первый персонаж, на которого было такое действительно хорошее испытание. И он уже продавался за души. Первый персонаж, которого я выбил из испытаний, вообще первое испытание, которое было, когда вы проходите режим битвы, открывается испытание на бога грома Рейдена. Вот, он стоил на тот момент, по-моему, 300 тысяч золота. Это именно золото, то есть не за души он продавался. Так, кто у меня тут еще? Вот, кстати, есть уничтожение Сони Блэйд. Если вы хотите на нее отдельное видео, поставьте большой жирный палец вверх и отпишите в комментариях. И будем, конечно же, продвигать тот комментарий, который соберет больше всего лайков. И я обязательно замучу на нее видео. Но сразу хочу сказать, что выйдет оно не быстро. Так, далее, кто у нас тут еще есть? Китана Скорбная, кстати. Можно и на нее тоже. Буквально одно слияние осталось. Ну, а дальше уже серебряные и бронзовые персы. Что ж, давайте зайдем еще раз в магазин, посмотрим, что мы здесь можем купить среди наборов. Но, наверное, уже ничего. 320 испытания. 320 набор испытаний. Вот есть боевой набор Скорпиона. Давайте попробуем открыть 200 душ. Чего бы нет. Может быть, какой-нибудь интересный перс попадется. Так, я вижу, что кто-то повторный. И кто, 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 кто? Опа! Спец на Скорпиона. У него тоже есть видосик, но он у меня тогда был без слияния. Теперь у него есть одно слияние. Это круто. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и посмотрели на Ассасин Джейд. Персонаж хороший. С представителями внешнего мира у нее есть взаимосвязь. Рекомендую качать, если вы ими играете. Ну а с вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok